Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Итак, недавно японцы обратились к России и сообщили, что наш маяк на острове Сигнальный, малая Курильская гряда вдруг перестал работать и теперь японское судоходство в этом районе испытывает сложности. Наши пожали плечами и ответили, что да все хорошо. Не переживайте, кому надо, тот дорогу найдет. Японцы давай возмущаться, договор прошлого века достали. Давайте делайте, говорят. Ну наши задумчиво улыбнулись и приняли меры. И теперь самая сочная новость. С 15 июля Москва останавливает японский промысел морской капусты в районе острова Сигнальный Курилы. Формально мы будем ремонтировать маяк, а в это время японцы лишаются важного для себя промысла. Ниже заявление МИД. Российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приостанавливает с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ. То есть теперь ни безопасного судоходства, ни капусты. Японские СМИ пишут, что это спланированная акция. Еще и обижаются, даже ножками стучат. Рекомендуем японцам поискать капусту в районе острова Хонсю близ Фукусимы. Говорят, что там она невероятно полезная. Мы все уже привыкли к тому, что президент России иной раз делает такие неожиданные заявления, которые потом становятся судьбоносными. Вот и в этот раз Путин резко ответил японцам на их интригующие и на первый взгляд весьма щедрые предложения. Вернее, прозвучавшие слова из уст российского лидера удивили Пекин, там такого точно не ожидали. Журналисты китайского издания Саху подробно рассказали о том, что же на самом деле произошло. Как оказалось, японцы, которые до сих пор не теряют надежду вернуть себе Курильский острово, неожиданно предложили Путину крупные инвестиции. Они даже намекнули на то, что можно вместе развивать там некоторые проекты. Президент резко ответил отказом, сказав, что Россия сама будет заниматься, помощники ей не нужны. К тому же, никто и не собирается возвращаться к теме принадлежности островов. Ведь и так понятно, что Япония тем самым пытается оспорить данный факт. Всем известно, что японцы не прекращают считать Курильский острово своими северными территориями. По задумке, которая закладывалась в это инвестиционное предложение, по бумагах они не претендовали на эти территории, однако планировали постепенно приучать людей к мысли о том, что эти земли принадлежат Японии. Таким образом, они хотели мягко и без лишних волнений присвоить себе острово в ближайшие десятилетия. Однако Путин дал понять, что никто с ними ничего подобного обсуждать не будет. На этом фоне даже вспомнился случай, когда российский президент отвечал на вопросы журналистов международных СМИ. Вы не поверите, но представитель японской прессы озвучил то, что визит Путина на Курильский острово может подорвать все имеющиеся отношения с Токио. Иными словами, он хотел сказать, что если президент России посетит эту территорию, то Япония обидится. Вот надо же, какая наглость с их стороны. Кстати, президент так и ответил, что не видит причин стесняться посещать. То есть, с чего это вдруг он должен обращать внимание на реакцию Японии? Путин вправе посещать, и не важно, кто там за границей этим недоволен. Это личные проблемы Японии, им не раз говорили, что Курилы принадлежат нам, и это не обсуждается. И президент нашей страны может куда угодно приехать или прилететь. Он же не в Японию врывается и не устанавливает там свои законы. Руководство этой страны до сих пор не может понять, что мы ни на какую сделку с ними не пойдем. Не нужны нам их чемоданы с деньгами, тем более с таким подвохом. Рядом с нами достаточно примеров среди тех, кто без всякой задней мысли активно принимал в свою страну американские инвестиции.